С этого урока мы начнем с вами создавать второстепенное верхнее меню на нашем сайте. Давайте мы это меню возьмем в отдельный блок, в котором разместим все пункты нашего меню и потом прижмем к правой стороне. Вообще, если честно вам сказать, то в HTML5 для создания менюшек появилось специально два новых тега. Это tag-menu и tag-command. Однако, они до сих пор не работают ни в одном браузере, и поэтому мы будем использовать старые добрые дедовские способы. Итак, поехали. Первым делом идем сюда и начинаем создавать нашу менюшку над тегом, точнее над логотипом нашего сайта, над картинкой. Итак, давайте мы создадим блок div с классом, я даже не знаю какой. Давайте топ-меню назовем. Топ-меню. Думаю, подходит. Отлично. Теперь зададим еще один интересный тег, который называется a site. Этот тег говорит, что здесь будет находиться второстепенная информация сайта. То есть, в a site можно включить какой-нибудь там сайт бар, например, потому что там второстепенная информация. И то же самое касается второстепенных менюшек. Итак, поехали дальше. Теперь мы начинаем задавать пункты. Итак, сначала задаем ссылочку и затем пишем шреф равняется вот так вот. И тут поставим решетку. Так, здесь закрываем угловую кавычку и затем закрываем еще раз тег a. То есть, вот такая надпись у вас должна быть в итоге. Теперь давайте мы его скопируем. Так, и раза три давайте вставим. Так, раз, два, три. Так, получается четыре пункта. В первом пункте пишем шаблоны. Так, не, давайте. Первый это главное. Второй пункт это тренинг. Третий, как на картинке будут. Шаблоны. И четвертый, контакты. Контакты. Что ж, замечательно. Сохраняем наше второстепенное верхнее меню. Идем сюда, обновляемся и видим. Вот оно у нас всплыло. Что ж, отлично. Теперь давайте перед тем, как закончить сегодняшний день, мы с вами его прижмем к правой стороне. Во-первых, давайте мы заведем новый комментарий, где напишем шапка сайта. То есть, чтобы вам было понятно, что здесь мы будем работать со стилями над шапкой сайта. Шапка сайта. И здесь пишем div.topmenu. Вообще можем div не писать, а просто писать .topmenu. Тоже будет работать. Topmenu. И теперь, что мы пишем? Давайте просто напишем пока что одно правило. Float равняется write. Rig. Гхт. Отлично. Точка с запятой. Сохраняемся. Обновляемся. И видим, наше меню стало с правой стороны. Отлично. Итак, в следующих занятиях мы с вами уже начнем оформлять наше меню и делать другие элементы сайта. Пока на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Встретимся завтра. Наше меню. Встретимся.